В Тельвиске ждут появления модульного кафе-пекарни. Вопрос строительства пекарни на селе обсуждался с Нижнепечорским рыбкопом еще в 2014 году. И вот спустя три года ситуация, кажется, сдвинулась с места. На днях села Тельвиска посетили председатель Совета Ненецкого окропотребсоюза Наталья Кордакова и представители Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого округа. Они осмотрели резервный участок, который можно использовать под строительство социально значимого объекта. Вот есть земельный участок в пятне новой застройки. Вот видите, да, вот эти вот участки, это все по аукционам отошло физлицам. То есть здесь новая школа построена у нас. И в данном месте мы как раз обсуждаем и планируем поставить это кафе-пекарни. Оно обеспечено газом, оно обеспечено электричеством. В общем-то, удобное место. Накануне в администрации муниципального образования прошло совещание с общественным советом и депутатами. В результате было принято решение направить в главе региона ходатайство о выделении данного участка под установку кафе-пекарни. Строительство социально значимого объекта создаст дополнительные рабочие места для жителей Тельвиски. Во-первых, по положению это обязательно 5 рабочих мест из числа жителей муниципального образования. Это большой плюс, то есть можно будет трудоустроить людей. Ну и, конечно, основная, будет решена основная проблема, это обеспечение граждан хлебом, ну и хлебобулочными изделиями. Ну, также это кафе, где можно будет проводить дни рождения, какие-то праздничные мероприятия. Подобные модульные пекарни и кафе уже функционируют в нескольких муниципальных образованиях округа. Например, в Индиге помимо хлеба и хлебобулочных изделий выпускают кондитерскую продукцию и даже мармелад. В селе Ома пользуется спросом у населения местное кафе «Полярная звезда». Об этом в телефонном интервью нам рассказала глава муниципального образования Ольга Чупова. Стало принято проводить юбилей, дни рождения, ну и скорбные даты. Ну, действительно, точка общепита, она вообще необходима на селе. Потом, значит, было, вот, кормили, выделяли деньги для малоимущих семей, это на летний период, и каникулярное время, по крайней мере, это тоже было востребовано. Сегодня в селе неналажено хлебопечение и важный социальный продукт приходится завозить из Наринмара. О своей проблеме жители поселения рассказали на встрече с губернатором во время его визита в Тильвиску в начале августа. Глава региона рассказал о системе поддержки предпринимателей в округе и призвал сельчан открыть частную пекарню. Если она все-таки откроется в селе, спрос на продукцию местных пекарей будет высокий, уверен глава телевисочного сельсовета Александр Чурсанов. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал Север.